Председатель Конституционного Суда Михаил Пуалелунч подал в отставку из должности председателя суда из поста судьи. Случайно или нет, но решение это было озвучено после обещания новой власти заняться доходами и расходами судей. А до этого и президент, и премьер, и спикер, и многие другие политики призывали судей Конституционного Суда уйти добровольно. И вот наконец-то первый пошел. Очень хочется сказать с почином и обратиться к остальным. Ведь никогда еще в истории Молдовы авторитет Конституционного Суда не опускался так низко. Вы смотрите Дело Принципа. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И у меня сегодня в гостях Александр Слуцер, вице-председатель парламента. Здравствуйте. Добрый вечер. Гайк Вартанян, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Вот, как вы полагаете, что заставило это сделать господина Пуали Лунч? Ведь сколько говорили, 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 вот сегодня эта реакция есть. Вот, может быть, он действительно испугался реакции Венецианской комиссии. Говорят, что сегодня они уже заседали, якобы даже есть какое-то решение. И вот, все-таки его прежние связи позволили ему узнать проект этого решения заранее. Может быть, человек переживал. Может, еще какие-то вот есть у вас предположения. Господин Слуцарь. Я думаю, что это очень-очень запоздавое решение. И оно принято под давлением обстоятельств. Другой воздух в стране. И вот этим воздухом он дышать уже не может. Это воздух свободы. А этот человек может действовать только в состоянии полного рабства, полной зависимости. Как и остальные судьи Конституционного суда. И понятно, что после того, как они, эти 6 человек, поставили Молдову на грань, не хочу сказать гражданской войны, потому что с той стороны не было. Гражданская война это когда есть две стороны примерно равные. Здесь была гашка. Но, скажем так, на грань гражданского конфликта, где могла бы пролиться кровь. После этого они какое-то время еще тянули. Я думаю, я предполагаю, что Полилунч размышлял, а может ли все-таки реванш, а может хозяин вернется. А может что-то, тем более, что мы знаем точно, что несколько человек от демократической партии эту атмосферу как-то пытались насаждать в министерствах различных. Говорили, что саботируйте все, Плохотнюк обязательно вернется. Но мне кажется, что Полилунч как человек, который самый опытный из всего этого состава конституционного суда, который четче ориентируется в политическом пространстве, он понял, что никто уже никуда не вернется. И что хозяин сбежал, бросил их, как и оказалось, в самолете по Мерседесе, места не оказалось. И сейчас каждый сам за себя, спасаясь, как кто может, крысы бегут. И он, как самая опытная крыса, решил побежать первым. Остальные еще не дотуркали. Но я очень надеюсь, что к понедельнику мы уже очистим это поле. Вернее, за счет отставок всех оставшихся судей. Спасибо. Господин Вартанилов, вы что думаете? Я согласен с господином Сусарем в том плане, что действительно человек понял изменившиеся обстоятельства. Раз. Два. Инстинкт самосохранения, я думаю, все-таки у него сработал. Потому что он понимает, что каждый лишний день, который он находится на своей должности, в конце концов может очень плохо повлиять на его дальнейшую судьбу. С точки зрения, а, начиная с точки зрения карьеры и заканчивая возможными преследованиями с точки зрения Уголовного кодекса, если таковые будут. Но, тем не менее, действительно он дал хороший пример. И я думаю, это сигнал всему судейскому корпусу. Те, у кого, как говорят, рыльца в пушку, они должны в первую очередь подать в отставку сами, чтобы хоть как-то попытаться смягчить то наказание, которое, я уверен, что последует за многими судьями, которые принимали беспредельные решения. Я действительно спрошу вас отдельно. Вот сейчас, мне кажется, господин Слуцарь затронул очень важную тему. Смотрите, он говорит по поводу того, что он почувствовал эту всю обстановку. А вы смотрите, как вели себя демократы. Давайте вспомним их заявление. Вот смотрите, что сказал господин Канду последнее о конституционном суде. Помните, да? Он сказал, что он удивлен его решением пересмотреть законы, принятые ранее. Как-то он об этом сказал, мягко говоря, с пренебрежением. Ну уж, конечно, вишенка на торте это высказывание господина Дьякова, который сказал, вообще, вы знаете, мы демократы, мы вообще ни при чем. Это все суд, вот они виноваты. Мне кажется, что это должно было прозвучать для них таким набатом. Я думаю, мы постепенно будем идти к тому, что верхи начнут друг на друга, друг на друга сдавать. Вот так? Да, я уверен, что мы придем к тому, что все-таки где-то начнется, рушится вся эта цепочка. Они, в принципе, руководство Демпартии очень надеется, что никто из верхов судейского корпуса, прокурорского корпуса, тех, кто, в принципе, держал, склеивал эту систему, это, знаете, как омерто-молчание в мафии. Они надеются, что это будет проложаться. Но я уверен, что в скором времени какие-нибудь топовые руководители вот этой мафиозной системы, они все-таки начнут говорить, и все посыпется. И в том числе и посыпется, и дойдет до Плохотнюка, который, как говорят, что нигде не подписывал ни одной бумаги, и может спокойно, спокойно, да, спокойно, к нему ничего нельзя предъявить. Но я думаю, мы в очень ближайшее время, особенно с назначением нового генерального прокурора, с назначением людей, которые действительно не боятся добиваться справедливости, я думаю, это все посыпется. Спасибо. И тем не менее, вы затронули тему меры ответственности. Это очень важный момент, потому что, вот смотрите, как получается. Получается, что они, пользуясь своим статусом, способствовали узурпации власти в стране. Ну, так говорили об этом. По крайней мере, то, что когда они штамповали вот эти одно решение суда за другим, одно за другим, и в конце, знаете, убийственная фраза, решение суда окончательное, пересмотру не подлежит. Ну, да, и без заседаний, без ничего, без фотографий, просто... Да, да. Вот каждый раз вот это было. Вот эта формулировка, это страшное преступление, способствовать узурпации власти. Вы не думали об этом? Мы не только думали об этом. В общем-то, это была и причина, почему господин Настасий два дня назад подал уголовную жалобу еще вот в эту прокуратуру, но другой пока нету, именно на суде Конституционного суда, если вы заметили. А комиссия, которая была создана позавчера в парламенте, она не просто комиссия о путче. Она там очень четко подчеркивает, что путь, который был совершен при... Инициирован, скажем так, я не помню точную формулировку, но четко отмечен Конституционный суд и Генеральная прокуратура. Это абсолютно очевидно, что эти шесть человек приняли заведомо незаконное решение, потом, страшась за свой поступок, они его отменили, мотивируя это там желанием мира в стране и спокойствия. Конституционный суд, который должен оперировать только правовыми нормами, и Конституцией всеми этими, вот сказал, что мы за мир, миру мир. Естественно, что здесь есть, особенно я думаю, что после решения венецианской комиссии это будет последний гвоздь в обвинении по поводу узурпации власти. И понятно, что уголовное преследование надо начинать с этих шести судей Конституционного суда. То, что это потянет за собой того, кто давал им указания, потому что мы видели, что часть из них, по-моему, даже в стране не было, они ничего не собирались, даже не они, по-моему, на сайт вывешивали эти все решения, где они штамповались, кто им давал указания, вот о чем господин Вартанян сказал. Будем тянуть цепочку. Кто вам, шести судья, давал это указание? Кто давал указание прокурорам выписывать заведомо незаконные аресты на ордера, на аресты депутатов, которые, слава богу, другие честные прокуроры просто отказались выполнять, так как они были явно незаконны. И вот вся эта цепочка, она очень хорошо ложится в узурпацию власти. Если остальных, допустим, других чиновников, они могут где-то еще спрятаться, так, это такое очень слабое прикрытие, но они могут сказать, вы в решении кондиционного суда, мы должны были выполнять, вы шесть судей, вы что скажете? Вы прокуроры, которые подписывали ордера на аресты заведомо незаконные, вы что скажете? Вот наказание должно быть неминуемо для этих людей. Вот, здесь ключевое слово должно быть. А люди сегодня спрашивают у новой власти, будет ли? Они не спрашивают должно быть. Вот, да. Смотрите, одно из, мне кажется, важных вещей, которые новая власть должна внедрить, она должна вернуть людям веру в неминуемость наказания, когда ты нарушаешь закон. Потому что это одно из тех вещей, которые за последние 3-4, да вообще за последние 10 лет люди же привыкли. Я об этом говорил в парламенте. Начиная от Подори до Умняска, когда никто не был наказан, и потом оно по чуть-чуть накапливалось. И заканчивая выборами в Кишиневе, в котором никто не был наказан за снятие, и вот сейчас что произошло. Люди, к сожалению, не верят, что если ты беспредельничаешь, ты будешь за это отвечать. Я думаю, что мы должны вернуть людям веру в верховенство закона. Да, говорят, что вот нельзя расправляться, устраивать охоту на ведьм. Нельзя, действительно нельзя. Но, но, просто так, сухими из воды те, которые действительно поставили страну на грань гражданского конфликта, который рисковал превратиться в кровавый конфликт, мы это не оставим. Я приведу один маленький пример. Я уже много раз его приводил. Я был две недели назад в Армении несколько дней, общался с парламентариями, но общался со многими людьми в такси, на рынке и так далее. Все говорили интересное слово. Они говорили слово «веттинг». Наверное, наши телезрители, многие не знают, что такое «веттинг». Не знаю. А это очень модное слово в Армении, которое внес господин Пашинян. «Веттинг» — это проверка всех судей, всех судей, всех, до одного, там около четырех судей, на все их связи, на их имущество. Имущество. В Армении это сейчас самое модное слово, в хорошем смысле этого слова. Там премьер-министр, власть запустила очищение судебной системы. Я думал, ой, интересно, неужели мы до этого дойдем? И вот я думаю, что мы как раз до этого тоже дойдем. Потому что вот это люди должны понимать, что мы должны очищать всю систему. И те, кто сами, просто самовольно понимают, что за ними грешки подадут в отставку, те судьи, за которыми большие грешки, у них есть больше шансов, я думаю, избежать или как минимум смягчить свое наказание. Я вот так считаю. Я думаю, что наши сограждане, наши телезрители должны понимать, что безнаказанным их деяния не останутся. Ну, вы должны не просто ждать, вы здесь на самом деле не ждете. Я о чем сейчас говорю? Вы депутаты парламента. Если вы внимательно посмотрите на закон о конституционном суде, то вы найдете там моменты, которые, на мой взгляд, необходимо менять срочно. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Я не знаю, осталась ли та самая 13-я статья, на которую будет непременно ссылаться судьи конституционного суда, которая предусматривает, что судьи конституционного суда не могут быть привлечены к ответственности за голоса или мнения, выраженные в ходе осуществления их мандата. Там, да, есть потом дальше какие-то моменты. Но ведь в 2013 году мне, по-моему, говорили, что была снята очень важная статья за беззаконие. То есть это я к чему? Понятное дело, вот сейчас, да, понятно, виновны. Но необходимо заняться еще и законодательной базой, разве нет? Абсолютно верно. Но, опять-таки, не хотелось бы сейчас идти впереди паровоза. Давайте подождем, пока остальные судьи так же, как сегодня. А вы полагаете, что они последуют их примеру? Или все-таки они дождусь законодательной? Я не вижу, как в этих условиях дальше этот конституционный суд может работать. Вот скажите мне, допустим, по абсурду, они не подают в отставку. Скажите, кто еще раз подаст в этот конституционный суд хоть какое-то обращение? Да, любой человек скажет, да, они сейчас вынесут решение, а через два дня передумают. И скажет, что сделали это ради сохранения мира или еще чего-то. Этот конституционный суд уже его авторитет ниже Плинтуса. Все, нет этого конституционного суда. Он существует как здание, как это вот, но как институт у нас мы должны констатировать. У нас нет конституционного суда. И просто технически невозможно, чтобы он дальше продолжал. Если они будут упираться, мы просто потратим немножко больше времени, мы все равно найдем возможность. Я думаю, что будет давление общества. Не хотелось бы доводить до массовых протестов, до вот этого вот. А может быть вот тот самый в нейтинг применить, да, то, что вот начали говорить? Да, но это не за один день. Это должно быть, общество должно быть подготовлено к этому. Конечно, это несколько законодательных актов. Это должна быть идея об оценке всех судей. Это должно быть принято специальный закон. Комиссия, которая будет оценивать этих судей, должна иметь очень широкие полномочия. Высший совет магистратуры, высший совет прокуроров, президент должен быть обязан выполнять решение этой комиссии. Это немножко требует подготовительной работы. Месяц-два. То есть вот в таком вот. Я как бы хорошо. Это очень хорошая идея, ее нужно выполнять. Но, и что касается, опять-таки, то, что сказал господин Слуцарь, развивая мысль по поводу вот этих пяти оставшихся судей, вы понимаете, они делегировали как бы свои голоса и избрали главой господина Пуали Лунжи, который своей отставкой, собственно говоря, признал то, что свою профнепригодность в данном случае... Нет, я пока не читала таких слов. Я пока читала на сайте Конституционного суда, что он просто подал в отставку. Но мы же понимаем... А причин... Ну, это же важно, чтобы он признал, да? Понятно, да. Но мы же понимаем, что он подал в отставку, как в результате кризиса, который сам же... То есть он не скажет, что он смертельно был болен или у него там что-то случилось, и поэтому я к этому. Да, таким образом эти судьи, они должны понимать, что раз человек, которому они делегировали, человек, с которым они консолидировали, принимали решения, с которым они голосовали, который представлял их всех шестерых, пятерых, да, подал в отставку, как бы их глава, их руководитель, неформально, да, их организация, получается. Да. То, ну, совершенно логично, если у тебя есть хоть какая-то осталась там компетентность или какое-то достоинство, хоть малейшее профессиональное достоинство и надежда на то, что они смогут после этого еще работать там в адвокатуре или в системе, я сомневаюсь, но тем не менее, я уверен, что они с карьерой загублены, вы полагаете. С карьерой должны как минимум сейчас сразу подать в отставку до понедельника в любом случае. А если они будут оставаться, то это значит, они все больше усугубляют свое соучастие в этом преступлении. Будете дополнять? По-моему. До карьер, вот, да. Я подумала о карьере. Я вообще, слово карьере, для меня немножко это даже звучит, чуть-чуть режет слух. Ну, с тех точки зрения. С моей точки зрения, опять же, я не думаю, что депутаты должны говорить от имени правосудие, должны вершить правосудие. Но мое личное мнение, как гражданина, я считаю, что имя дальше должна заниматься независимая прокуратура. Они должны быть под уголовным следствием. Не то, что о карьере. Я думаю, о свободе их стоит большой вопрос. О прокуратуре. Господин Слуцарь, вы сегодня общались с генеральным прокурором по другому делу, по поводу ту комиссию, которую вы возглавляете. Простите, пожалуйста, вы все-таки задали ему этот вопрос. Вы точно так же ведь ждете отставки генерального прокурора. Он как-то задали, не задали? Я раз в 20, наверное, высказывался по этому вопросу. Я считаю, что... Нет, вот сегодня мы с ним говорили. Нет, сегодня, потому что была чистая институциональная дискуссия. Он позвонил по вопросам, он вдруг осознал необходимость, что прокуратура должна помочь нашей комиссии. Правда? Да, так в этом была суть звонка. Он позвонил и спросил, а что, правда, что подняли в 2015 году документы в прокуратуру? Прокурор меня спрашивает, если... Если у него есть в здании этот документ. А кто? А можете назвать мне номер приказа, номер ордонанса? А какой прокурор там? Фамилия? Хорошо, что у меня это все было под рукой. Я ему тут же сказал, кто как. А какое число? Мы вам предоставим... Это была сама доброта сегодня. Мы вам предоставим всю нужную информацию. Мы вам предоставим... Мы вам предоставим все документы. Мы вам предоставим все, кроме моей отставки. Потому что меня интересовал Кроу-2. С его отставкой все понятно. Меня интересовал Кроу-2. И здесь было обещание, что в ближайшее время мы сможем получить, по крайней мере, депутаты парламента смогут получить доступ к полной версии Кроу-2. Мы параллельно же работаем с Национальным банком. Но в Национальном банке не осталось даже копии. Все ушло сразу. Когда Кроу приехал сюда с отчетом, в тот же день, по крайней мере, так мне рассказали секуристы Национального банка. Вон приехали ночью. Наутро, когда ящики принесли в Национальный банк, пришли представители прокуратуры, не давая никого, не пуская из Национального банка к этим ящикам, опечатали все и тут же все забрали в прокуратуру. Я понимала, господин Вартанин, это хорошо ждать. Хорошо ждать, как господин Слуцарин. Он даже уверен, что все будет хорошо. Давайте подождем. А давайте подумаем, что за это время, пока мы будем просто ждать, пока генеральный прокурор это сделает, ведь могут быть сделаны еще какие-то шаги, которые крайне неприятны. Один из них мы чувствуем на сегодняшний день. Это, например, вы представляете, что мы ждем, когда генеральный прокурор захочет в парламенте снять депутатскую неприкосновенность господина Плохотнюка. От этого генпрокурора дождемся? Нет. Что нужно сделать, чтобы не просто ждать? Какие поправки в закон, может быть, принять? Может быть, что-то сделать? Ну, опять-таки, повторюсь. Во-первых, мы уверены, что генпрокурор понимает, что он следующий на выход. Два. Сейчас юристы прорабатывают поправки в закон, и господин Слуцарь, я думаю, подтверждит. В первом чтении они приняты. В первом чтении они приняты, да. Мы сейчас прорабатываем еще какие-то амендаменты для того, чтобы сделать возможным, абсолютно юридическим, нормальным путем, легальным путем привести нового генпрокурора. Поэтому тот факт, что господин Харунжин скоро не будет уже генпрокурором, это лишь вопрос времени. Побудет ли господин Плохотнюк или любой другой депутат Демократической партии или партии ШОР, причастных к краже миллиарда или к другим преступлениям последних лет, еще два-три дня, неделю, две недели депутатам или не побудет, я думаю, на финальные приговоры и на финальные расследования это не особо отразится. Поэтому ничего страшного, мы ждали много лет того, как бы сегодняшней ситуации по большому счету. И лишние два-три дня, чтобы они побыли депутатами, я не вижу большой проблемы. Наша задача сейчас, самое главное, правительство, парламент и президентура работать слаженно, работать максимально быстро и идти по нашей повестке дня. Поэтому мы не ждем, процесс-то идет. Процесс идет, и причем кондиционный суд, хотелось бы быстрее. Я тоже очень хочу, чтобы это все было гораздо быстрее, но система настолько глубоко окопалась, настолько, настолько это... вот понятно, что в первые дни вот это сопротивление было в ожидании реванша, в ожидании, что вот сейчас хозяин вернется, я повторяю это вот. Теперь с каждым днем, когда все понятнее и понятнее, что он не вернется и что его здесь, если он пытается вдруг абсурдно это сделать, его здесь ждет очень теплый прием в кавычках, я думаю, что дальше система начнет сыпаться гораздо быстрее, тем более, что давление, идет ставление общества, идет давление на законодательном уровне. Они очень хорошо сделали себе подпорки в виде законодательства, но мы это законодательство все равно поменяем. Мы просто сейчас говорим, что не заставляйте, не испытывайте нашего терпения. Неделя-две мы поменяем это законодательство. Уйдите сейчас, и это, может быть, будет учтено. Может быть, это будет учтено следствием. Я хочу добавить, и в том числе нашим телезрителям, я уверен, что большинство наших телезрителей действительно хотят справедливости как можно быстрее, хотят посадить. И поверьте мне, и нашим телезрителям, поверьте мне, 61 депутатов и те, кто доходят в наших партиях, в наших политформированиях, хотят не меньше, а то и больше, наверное. Мы устали не меньше. Поверьте мне, мы хотели бы, если бы наша была воля, мы все за один день и за два дня сделали бы. Но наши телезрители должны понимать, что эта система строилась много лет. Господин Чекан, которого посадили на работу, структурирование новой структуры правительства и вообще госуправления, расставил все так, чтобы как можно было тяжелее выкорчевывать людей Плохотнюка из власти. Но, к примеру, вот сегодня правительство, согласно нашей годорожной карте, Майя Санду, объявило о реструктурализации структуры правительства для того, чтобы госсекретарей, которые были поставлены туда Плохотняком в каждом министерстве, как смотрящие за министром, это люди, которые отчитывались напрямую Плохотняком, будут в ближайшее время сняты. Что в головах у этих людей, которым вы сейчас апеллируете, вы говорите, что вот все равно это будет, вам придется расстаться с должностями. Если вот смотрите, мне кажется, что цитаты сегодняшнего дня это цитаты господина Канду. Почему? Вот высказывание. «Лица, виновные в незаконных действиях, в случае высылки турецких учителей, должны понести ответственность». Гневно, говорит господин Канду. Это третья и четвертая версия его позиции. Да, да, я сейчас об этом скажу. Началось все с того, что жизнь есть жизнь. Мы тоже помним это. Всем здоровья. Абсолютно. Да, будьте все здоровы. Понимаете, вот такой был комментарий. «Теперь же необходимо провести расследование, а те, кто допустил злоупотребление и действовал незаконно, должны понести ответственность», сказал господин Канду. Вот вы знаете, я когда-то прочла, я поняла, что вообще предела цинизму нет. Но тем не менее, люди должны как-то вот… Господин Канду, он чемпион, если делать чемпионат мира по цинизму, Канду в тройку призеров войдет сто процентов. И еще добавить последнее его заявление, мне вообще очень понравилось. Мне кажется, можно КВН или на какой-нибудь развлекательный канал по поводу того, что он сказал, что мы надеемся 20 октября на местных выборах, мы наберем как минимум столько же примаров и заголосуют про нас. Не меньше он сказал, но может и больше. Я как будто помелькнула в голове такая мысль, что вот это вот, учитывая то, что Холдинг делал последние две недели, мне кажется, вот именно вот такого рода заявление и то, что делает Канду и господин Кошмар… Я для телезрителей, можно скажу? Речь идет о Серджио Сыргу, называют его сейчас все кошмаром, потому что он пообещал кошмар новой власти. Что он станет кошмаром? У меня в голове промелькнула мысль, что вот как раз вот это называется, можно назвать федерализация головного мозга. Потому что нас так все пугали. И вот действительно, что у них в мозгах творится? Либо они играют какую-то роль, либо они действительно не понимают, насколько серьезная ситуация. То есть, если серьезно говорить, но настолько цинизма, который мы видели последние дни, последние несколько недель, особенно вот когда они пришли в парламент, как будто бы ничего не случилось. Ну, ведь мы можем говорить, что они уже сливают своих людей, вот учитывая эти заявления. Ну, я до последних дней, я думаю, что несколько дней они ждали, что все-таки, что вот я им сказал с трибуна парламента, что выходить из этого похмелья. Вы еще, несколько человек, вы еще не привыкли, что вы в оппозиции. Вы не привыкли, что так, как было, уже никогда не будет. И я четко, например, увидел два лагеря в демократической партии. Что победит, какой победит, мне сложно сказать. Я видел ряд депутатов, которые подавлены, особенно региональные. Я видел, и даже из центрального руководства, я видел людей, которые адекватно уже начали оценивать ситуацию. Мы в оппозиции, мы проиграли. Есть жизнь после Плохотнюка. Ну, наверное, каждый из них думает о своей мере ответственности, в том числе и уголовной, будет, не будет. Но они уже смирились с этим. И есть несколько талибанов, которые то ли от того, что еще не очень поняли, то ли это такое, знаете, проявление, когда человек очень боится, он очень громко кричит, чтобы свой страх как-то выразить, и чтобы другие начали бояться вокруг. Вот несколько талибанов, я заметил, в парламенте демократической партии, они пытаются криками, вот этими вот угрозами, кошмаром, они пытаются как-то как-то вот повлиять на большинство, которое сформировалось, как-то пытаются. Но мне это кажется, что они не столько для нас это делают, сколько для себя. Вот у них есть какое-то внутреннее состояние, в котором они пребывают. Я не психолог, и мне, честно говоря, не очень интересно. Мы с таким, с элементами жалости и с элементами такого пренебрежения, брезгливости отнеслись к таким поступкам, но для меня четко, вот что налицо, что там есть два лагеря, и что мне кажется, что вот этой вот монолитной фракции, вот в том виде, в каком она сейчас есть, скоро не будет. Но они и сами это признают, секундочку, они и сами это признают, потому что я не помню, кто из них сказал, что это будет нормально. А, Сырбу, господин Сырбу сказал, что они ожидают, что люди начнут от них уходить. Я добавлю, что с точки зрения психологии, знаете, как говорят, лучший способ защиты это нападение. Я думаю, что вот тем самым они действительно хотят немножко себя огородить, защитить, нападая, особенно Сырбу и некоторые из руководств. Вы знаете, я считаю, что что бы ни произошло в конце концов с депутатами Демократической партии, но в любом случае их ожидает, их ожидает, может быть, не законодательное, но их ожидает политическая иллюстрация. Что это значит? Это значит, что в любом случае, я уверен, что общество уже, в принципе, знает всех героев в лицо. Я уверен, что те 30 депутатов парламента Демпартии и многие люди, которые работали в тех госструктурах, которые исполняли приказы Верхушки и Плохотнюка по одному нажатию кнопки, это люди уже, которые никогда, никогда не привернутся в молдавскую политику ни в коем образом. Независимо от того, какая у них будет судьба с точки зрения уголовного права. И я думаю, что наши три зрители должны понимать слово иллюстрация вот в этом отношении, потому что в законодательном слове иллюстрация это больше связано с антикоммунистическими режимами, да, то есть которые, когда люди, которые были просто через иллюстрацию прошли страны бывшего. Я не уверен, что мы будем доходить до иллюстрации с точки зрения запрета бывших членов Демпартии занимать госдолженности, потому что среди них действительно на разных уровнях есть люди, профессионалы, которые были заложниками этой системы, хотя и в этом случае у многих был выбор. Но с политической точки зрения это 100% это уже люди, которые никогда не займут никакой политической должности в глазах общественности. И это самое тяжелое, что они сейчас понимают, что с ними происходит, потому что это люди, которые привыкли, что у них по одному звонку, по одному их слову включались все кнопки, начиная от судов, заканчивая простым полицейским, и у них сейчас происходит слом, что все, у них уже не будет вот этих игрушек и вот этого влияния, это давление. Наверное, для некоторых из них переход в оппозицию это болезненный и психологический момент. Я верю, но теперь давайте вернемся к вашей уверенности, что эти судьи подадут в отставку, и тогда чем будет заниматься парламент? Парламент будет назначать новых судей Конституционного суда. По своей квотам? Да, по квотам. Мы знаем, что два члена, это два представителя от парламента, два от правительства, а дальше, по-моему, высший совет магистратуры. Абсолютно точно. Но дело не в этом, кто там от кого. Вот есть такая схема, но она пока есть. Как сделать так, чтобы следующий состав Конституционного суда, это был такой состав, где были бы люди, которые руководствовались строго законом? Вот как вот эти фильтры... Нет, от президента нет. После изменения Конституции в президенте уже нет. По два. Шесть всего членов и по два вот этих учреждений. Окей. Говорю один маленький пример, и мы переходим сразу же на наше. Обращаюсь обратно в Армению. Три недели назад Пашинян объявил об этим, о конституционной реформе, о институциональной реформе и очистке судебной системы. Спустя 20 дней, я считал, буквально позавчера была новость, пять из десяти членов Высшего судебного совета, это аналог нашего Высшего совета магистратуры, сами подали подставку, включая главу. Я уверен, что и в нашем Высшем совете магистратуры большинство судей или часть членов Высшего совета, понимая и зная, что они делали раньше, кого они назначали и каких судей, за кого они ответственны, тоже часть из них подаст подставку. Я уверен в этом. И я думаю, господин Сусарь со мной согласится. Они тоже будут ощущать давление. Даже если они не согласятся, в любом случае они выйдут с кандидатурами. И если эти кандидатуры, которые общество будет видеть, которые будет видеть парламент, которые будут видеть все, по эти кандидатурам будут вопросы, я уверен, что они подумают много раз, прежде чем их сейчас назначать в нынешней ситуации, с нынешним, как говорил господин Сусарь, с нынешним воздухом свободы, когда на них смотрит вся страна, буквально практически сотни и сотни тысяч людей. Мы согласны с таким подходом? Либо все-таки морально эти этические и остальные нормы, это хорошо, но мы должны законодательно закрепить какие-то моменты. То есть мы можем на это надеяться, но это не очень надеется. Ну нельзя, конечно, долго жить, основываясь только на этом, потому что их нужно трансформировать в правильные правовые нормы. Я небольшой специалист в юриспруденции, честно скажу. Я не самый, не самый, не самая сильная моя сторона, но я считаю, что хоть законодательство этого не требует, но даже без изменения законодательства, а может быть нужно изменить законодательство, я считаю, что эти функции, и не только эти функции, но все основные функции, связанные с правоохранительной системой, назначения нужно проводить после конкурса. Я считаю, что должен быть транспарентный конкурс, правительство должно назначить своих двух членов по конкурсу, парламент своих двух членов по конкурсу, высший совет магистратуры по конкурсу. Как это сделать законодательно? Можно ли это сделать без того, чтобы менять законодательство? Насколько я знаю, вот одного судью назначало правительство по конкурсу, хотя законодательство это не требует. Другой вопрос, что сразу же его после этого остальные 5 судей согнули, ну там была другая система, я говорю про господина Запорожана, на которого возлагали очень большие надежды. Вот сегодня НПУ именно на него обрушились, потому что он как бы... Правильно, потому что НПУ было членами комиссии, потому что была комиссия создана при правительстве Стрельца, и в этой комиссии большинство составляло гражданское общество, его выбрали. И на него была надежда, и он первое время даже очень показывал хороший подход, но один в поле не воин, система быстро его сломала. Вот если все 6 судей будут выбраны на основании конкурса, в котором будет участвовать гражданское общество, который будет открыт, который будет видеть все общество, вся страна, мне кажется, что это самый лучший подход, который может быть. Потому что в любом другом случае всегда остается маржа вот этого, что какая-то договоренность внутри правительства, какая-то договоренность внутри ЧСМ, какая-то договоренность внутри парламента. Мне кажется, что конкурс это... Я говорю не только про судей, я про... Да, сейчас огромное количество... ...чина, про прокурора, про все. Не знаю только, есть ли на СИСМ. Насколько я знаю, СИСМ трудно, ни в одной стране не применяется принцип конкурса. Но все остальные функции в правоохранительной и в судебной системе, мне кажется, да и не только, и в регламентирующей, я вообще сторонник конкурсов. То есть на этих конкурсах, судя по всему, господин Слуцар имеет в виду, что будут введены фильтры, которые позволят именно людям, профессионалам и порядочным занять эти должности. ...нового политического класса, это создать тренд. И я думаю, что этот тренд как раз и заключается в конкурсе, в открытости, в транспарентности и в том, что быть коррумпированным — это позор и это наказуемо. Люди должны это понимать. И вот если мы сможем этот тренд ввести в политический дискурс, его внедрить во все институты власти, я думаю, это пойдет как снежный ком. И оно будет параллельно по всем конкурсам идти. Если мы сможем переломить политическую культуру на высшем уровне, если человек, независимо от какой должности он находится, он будет понимать, что за ним смотрит парламент, правительство, президентура, общество, масс-медиа, генпрокуратура, он в два раза подумает, а стоит ли ему, нужно ли ему брать взятку, нужно ли ему принимать сомнительные решения, за которые он может потом отвечать. Поэтому я думаю, я надеюсь, что вот все наши действия сейчас по очистке системы, они будут иметь синергетический эффект. С одной стороны, законодательная власть меняет правила игры для очищения системы, с другой стороны, правительство разбирается с теневыми схемами, вытаскивает их на чистую воду, разбирается с теневой экономикой, внедряет инвестиции. Понемножку инвесторы должны, по идее, начинать переходить, как только очистится система и как только условия будут равными для всех. С третьей стороны, там, политические лидеры, премьер, президент будут работать на внешнем направлении, чтобы создать новые условия. То есть это все совместно будет работать и иметь синергетический эффект. Вопрос в том, что сколько у нас времени и насколько быстро мы это сможем сделать. Потому что мы знаем, что у нас есть временные ограничения с точки зрения, ну, как говорят, хрупкости нашего сотрудничества. Говорят. И даже говорят, да, еще говорят, что ведь раз впереди местные выборы, то это очень серьезный экзамен для новой коалиции. Потому что во времена выборов, как мы знаем, никто никого не щадит. Я думаю, демократы очень надеются, что какие-то чекпоинты, которые нас ждут, нас рассорят или позволят нам разойтись. К примеру, начиная от назначения генпрокурора, мы знаем о разных позициях. Это открыто, мы все понимаем, что блок ОКОМ больше выступает за иностранного прокурора, социалисты больше за Молдавского. А блок ОКОМ на этом настаивает? Тем не менее, мы сейчас поговорим, я думаю, что можно будет в любом случае договориться. По местным выборам, опять-таки, были какие-то договоренности, не были, что мы в итоге решим. В любом случае, даже на местном выборе, я лично считаю, что, зная ситуацию в муниципальном совете, зная ситуацию в примарии, к примеру, я знаю, что примар города Кишинева без большинства в муниципальном совете ничего не может делать практически. Ну, очень мало может. И я понимаю, что большинство в муниципальном совете, опять-таки, ни одна из партий, там, не блок ОКОМ, я вот думаю, и социалисты не наберут. Нам в любом случае нужно будет сотрудничать. Поэтому будут вот такие чекпоинты, которые демократы и все наши недруги будут пытаться нас провоцировать на это. Но я все-таки надеюсь и считаю, что вот та уникальная ситуация внутреннего и внешнего консенсуса, которая сегодня сложилась, с учетом вот ближайших, я надеюсь, все-таки успехов, как в экономическом плане, так и в вопросах очищения государства от вот этой схемы, от системы, продажной системы Плохотнюка, от коррумпированной системы Плохотнюка, которая была последние годы, я думаю, это даст синергетический эффект и уверенность в том, что даже несмотря на наши разногласия, мы можем продолжить дальше работать. А дальше уже посмотрим. Господин Слусарь, вы что скажете? Ну еще чего? Красиво говорит ваш коллега Бакалит. Ну я в это верю, я всегда в это верю, я в это не скрывал. Господин Слусарь был более прагматичный в этом плане, но я думаю... Я могу какие-то примеры, наверное, сейчас привести, чтобы, не знаю, как-то поддержать то, что говорит сейчас господин Вартанян, потому что когда речь зашла о Сибе, вы помните, уже тогда начали говорить, вот смотрите, вот сейчас они все разругаются, потому что Акум, вот смотрите, вы отдали все президенту, вот тут же Акум начал говорить, что нет, они будут с нами советоваться. Да и плюс такие есть, как в Румынии и в других европейских странах, также президент с парламентом советуется. Формула Сиба, она, в общем-то, компромиссная, это, как сказал господин Вартанян про муниципальный совет, то же самое и здесь, один без другого не может. Если президент не предложит, мы сами ничего, парламент не может сделать, но если парламент не проголосует, президент может 10 раз предлагать. То есть это формула, которая предполагает, которая принуждает нас к сотрудничеству. И я считаю, что мы себе сейчас на этом этапе не можем позволить роскошь разлома вот этого хрупкого, потому что мы даже на 5% не начали чистку. Мы же ведь создавали это техническое большинство в первую очередь для того, чтобы очистить структуры. И рассчитывать, что эти структуры проведут самоочищение после того, как ушел Плохотнюк, это очень наивно. Здесь еще работа непочатый край. И я думаю, что местные выборы, все-таки они местные выборы, и они не должны стать тем камнем преткновения, к которому мы не сможем дальше двигаться вперед. Я еще раз повторяю, я считаю, что в этом году мы себе не можем позволить роскошь, драск и каких-то серьезных противоречий. Они никуда не деваются, они в глубине. Мы должны честно сказать нашим избирателям, нашим телезрителям, они никуда не делись. То есть, Акум не стал социалистами, и социалисты не стали Акумом. Они ушли в сторону просто сейчас. И поднимать их сейчас у нас нет права. То, что делалось за все это время, это по ту сторону добра и зла, то, что делал Плохотнюк со страной. Страна находится на краю пропасти. Такого шанса больше не будет, я думаю. И мы должны очень хорошо понимать ответственность. Вот первое слово, которое мне приходит, когда меня спрашивают, что ты чувствуешь, вот все это, вот эйфория, радость, все такое, у меня это ушло на второй день. Я чувствую ответственность. Хорошо, говорите. Я по поводу судей хотела бы сказать, вот, наверное, со многим согласна, о чем вы говорите, потому что, вот смотрите, что было. У нас в суде была отдельная каста. Это были те люди, которых в принципе, ну, за редкими исключениями, давайте вспомним Муруяну, давайте вспомним господина Пулбери. И вы знаете, на этом я, пожалуй, может быть, вы мне поможете, но я в принципе не могу вспомнить, чтобы как-то их решения подвергались и были после этого определенные меры предприняты. С судьями у нас было так. Им повышали зарплату, говорили, ну, вот сейчас все будет классно, все дело в том, что у них денег мало. Потом у них денег стало прилично, но, вы знаете, решения они стали еще более спорные принимать. И вот все-таки, я так понимаю, что вы считаете, что вот этот пример судей Конституционного суда должен стать, не знаю, нарицательным. Он должен войти в историю для того, чтобы другие судьи теперь с этого дня понимали, что могут в конечном итоге, ты можешь ответить за свои решения, ответить своей репутацией и карьеры. В плане карьеры, вы смотрите, Паля Лунч вот сегодня подал в отставку. Какая карьера у человека была? Европейский суд по правам человека, да? Вот, то есть, судья Конституционного суда, председатели Конституционного суда, все вроде бы как бы... Все, карьера закончилась, да. И да, и на этом, вот, вот, как бы другие это поймут, господин, слушай, вот вы на это надеетесь? Я не просто надеюсь, мы должны показать политическую волю, мы должны быть тем фактором дичезиональным, который не просто будем ждать и надеяться, А мы должны всеми своими действиями, всеми своими актами нормативными, законодательными, которые будут приняты, мы должны эту вот надежду трансформировать в неизбежное правовое поле для такого. Мы должны понять вот неотвратимость наказания, вот это вот понимание, что мы достигли дна, что уже дальше даже никто не стучит, Конституционный суд снизу, Конституционный суд, он достиг дно, он пробил все возможное, это вот репер, с которого надо подниматься. И вот от того, как быстро мы будем подниматься и насколько качественно будет этот подъем, это все зависит от нас, потому что сейчас, в общем-то, с парламента все это началось. Парламент был единственный незахваченный орган, вот до 8 июня парламент был единственный незахваченный орган, вот такой, какой он был, что одни там делали республиканский совет, другие сидели внутри парламента, но это было что-то незахваченное, которое уже не подчинялось Плохотнику. И от парламента сейчас очень многое зависит. Парламент инвестировал в это правительство, сейчас есть сотрудничество на всех уровнях, на всех власти, я считаю, что от этого нового технического большинства это ключевое. Ответственность этих 61 депутата и ответственность этого правительства, я не знаю, если бы был такой момент ключевой по ответственности. Я бы добавил все-таки, что все-таки без роли, важной роли президента тоже бы не произошло, потому что сегодня произошло. Потому что, да, решение это было самое сложное. Нет, всех властей, я говорю ответственность всех властей. Мало времени остается, вопрос, возможно, неожиданный для вас, он последний. Я очень хотела поговорить по поводу вашей комиссии, мы же ждем, когда вы начнете заседать, и люди переживают. А мы заседаем уже? Нет, я имею в виду уже какие-то данные давать, потому что вот этот закон, где мы все должны платить, люди интересуют. И я думаю, что мы не раз еще будем об этом говорить. Последний мой вопрос. Вот скажите, то, что сейчас происходит в Молдове. Мы ждем, уже есть решение венецианской комиссии, но у нас, вот так, чтобы я взяла и его прочла, у меня на руках его нет. Опубликует в понедельник. Я видел драфт. Да, то есть говорят, что это очень жестко. Очень жестко. Да. Вы понимаете, такие вещи, мы можем, мы будем долго списывать на ту власть, мы будем международным инстанциям, и в других странах, на международном уровне, мы будем говорить, да это не мы вообще, у нас просто такие люди были, вы знаете, они ушли. А вообще у нас вот внятно, у нас есть политический класс, и будем много чего говорить. Насколько сильно по репутации Молдовы ударят все вот эти события, и как долго нам придется вот из этой репутационного, вот из этого, из этой ямы в стране выбираться? Если можно, кратко, Господин Слусарь, минутку. Я думаю, что сейчас у нас репутация, знак минус меняется на плюс, потому что, во-первых, беспрецедентно удалось создать это вот большинство, пусть и на последней, на последней финишной черте, которые никто никогда не ждал, политический класс проявил мудрость, зрелость, политический класс проявил понимание той ситуации, что ради великой цели иногда может объединяться необъединяемые, и самое главное, вот этот кризис, который произошел, мы его разрешили бескровно, и сейчас, и дальше эта репутация зависит, этот плюс, насколько плюсик, который мы сейчас имеем, и вот эта репутация положительная и на Западе, и на Востоке, насколько дальше удастся это, ведь это же, опять же, беспрецедентно было и внешнеполитическое согласие, мы не говорили об этом, но я не помню давно такой ситуации. Ну как мы не говорили, мы сто раз говорили, что Молдова заставила объединиться в одном пары. Сегодня мы не говорили, я не помню такой ситуации, чтобы было такое беспрецедентное объединение внешних сил против одного диктаторского режима, и сейчас, еще раз подчеркиваю, ответственность парламента, правительства, президента, чтобы этот репутационный плюс, вот этот вот толчок, плюс, от которого мы дал, чтобы он был как можно выше и как можно быстрее. Все и внутри, и внешние партнеры ждут скорости от нас. Спасибо. Я вам скажу, что то, что произошло, действительно, ну, я бы сравнил это до 8 июня, у нас был минус за минусом, и решение, потом, что происходило с Конституционным судом, и вот вся ситуация в течение этой недели, это были минус за минусом, и жирная точка, которую Плохотнюк поставил, и режим Плохотнюка поставил сам себе. Я ее сравню по значимости, к примеру, что мы помним о Молдове последние годы, да, фекалии в офисе, да, вот это, вот то, что, какой позор Молдова была на Международной репорте, помните, Вашингтон пост, когда вот фекалии в офис партии, вот что знали о Молдове, и вот это второе, вот по значимости, наверное, вот именно по грязи, вот то, что было, но действительно, с 8 числа плюс поменялся на, минус поменялся на плюс, мы создали уникальный прецедент в этой восточной Европе, вообще в этой части планеты, где идет такая большая и жесткая геополитическая война рядом, да, в Украине, а у нас, наоборот, есть вот такая возможность сосуществовать и, в принципе, созидать. И самое главное для меня, я всегда говорил, что наше общество, оно поделено пополам, и политики использовали, разгоняли нас по разные стороны, и использовали наши, там, политические взгляды, и воровали. Самое главное, что мы создали прецедент для нашего политического класса. В будущем, уже сейчас, в будущем, когда мы окажемся после выборов в такой же ситуации, когда разные по идеологии партии будут, не смогут создать большинство, и мы опять можем прийти в тупик, мы сегодня, 8 числа, доказали для будущих поколений, для будущих политиков, что иногда, иногда можно проявить мудрость, и ничего страшного не произойдет, если люди, заботясь, в первую очередь, о благосостоянии людей, отбросят на время какие-то свои идеологические, жесткие заявления или жесткие позиции, и будут работать в интересах государства. Это очень важный момент, это слом, мне кажется, слом политической культуры, и вообще мышление граждан и общества. Я очень надеюсь, что все-таки радикальные, там, проевропейские, прорумынские или пророссийские взгляды, они останутся позади, и мы постепенно, постепенно начнем строить общество, я не хочу говорить слово толерантное, потому что это слово имеет такое актен, но общество, которое может уважительно относиться к другим мнениям. И даже несмотря на то, что ты знаешь человек и политик, с которым ты сотрудничаешь, если ты работаешь, у него совсем другой политический взгляд, ты знаешь, что в конце концов вы работаете на гражданин Республики Молдова. Им все равно, ты за Европу, за Россию, за Румынию, им хочется хорошей пенсии, хорошей зарплаты, чтобы в судах было все по-честному, чтобы бизнесмены и инвесторы со всего мира приезжали сюда, вкладывали деньги и знали, что у них не отожмут, и не отожмут твой бизнес. Потому что правила, да, не будут меняться, они будут для всех одинаковы. Сказанному могу только добавить одно, что мы показали самим супердержавам, что и они могут сотрудничать друг с другом. Это очень интересный прецедент, который, я думаю, войдет в учебники истории. Дай бог, чтобы это он зашел. Мне сомнение, потому что они, наверное, тоже не думали, что будет такая точка на планете, где они смогут показать свое единство. И это точка Республики Молдова. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Как всегда, ждем вас с новостями. Надеюсь, что эти новости будут хорошие. Потому что то, как мы жили все эти последние дни, мне кажется, что это показатель. И все мы уже ждем, что как-то эта ситуация, мы почувствуем на себе это улучшение. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова